Сегодня мы заехали в гости к Евгению, владельцу лодки Феникс 510 БР. Он приобрел ее в нашей компании в прошлом году и сейчас нам расскажет о своих эмоциях, ощущениях за период владельца. До сих пор эмоции, ощущения меня не покидают, потому что сегодня среда, полноценный рабочий день, ну, 50 на 50 в связи с некими событиями. Но здесь, по крайней мере, то место, даже находясь здесь в кокпите, непосредственно в катере, стоя на причале, эмоции также не отпускают. Хотя мы еще пришвартованы. Хотя сейчас, через некоторое время, наверное, мы откроем купальный сезон. Дальше, что касается непосредственно катера, катером всем довольны. Больше половины радости приносит то, что супругу довольны. Потому что у нас здесь, мы входим в некий резонанс в плане выбора отдыха и в плане комфорта. Поэтому катер здесь подчеркнул двойной чертой то, что мы все абсолютно довольны. Даже проведя 5 минут, час на воде, это можно сравнить с отпуском на море. Пришли выбирать, значит, изначально «Феникс», потому что мы на воде встретили сначала одного владельца. Второго катера сразу при подходе, при приближении нам сразу понравился по всем признакам. Заглянули по тент. Все новое, аккуратное, комфортное. Кресло, сиденье, управление. Ну, это туда же, да, к эмоциям можно добавить. Потом приняли решение съездить в компанию. Вилл ход, здесь секрета нет. Она была в наличии. И, соответственно, договорились, съездили, поехали. Все. На месте уже определились, что поскольку здесь открытый нос, это сейчас может быть и тренд, но мы выбрали не из того, что тренд, а из-за того, что здесь также можно разместиться и получать дополнительное удовольствие. И, естественно, попробовав все это дело на воде, могу сказать, без всякого привлечения, это абсолютно максимальное удовольствие, которое можно получить на воде. То есть не гидроцикл, а в плане какого-то судна, лодки, моторного судна и так далее. Это самое лучшее, что есть. Как в одиночку, в семье это просто шикарно. Кто-то размещается здесь, кто-то размещается там. Опять же, 510-й, потому что компактный размер, управляется очень легко. Никакого сверхмощного мотора не надо. Глиссер моментальный. Ребенок сидит здесь, здесь кто-то еще и так далее там. То есть и жена может, в принципе, прилечь отдохнуть, и я где-то тут посиди, там и так далее. Поэтому тут в плане параметров и объем у нас сразу все устроило, поэтому он был сразу и заказан. Значит, лодка была, как говорится, получена на руки и собрана под ключ. Самый конец августа, в самый разгар, в самый сезон. И, соответственно, весь сентябрь месяц мы отходили здесь у себя на водохранилище. Познакомились полноценно с покатушками на водоеме. Владение катером абсолютно не составляет никакого труда. Здесь все абсолютно понятно, интуитивно, все отзывчиво, страха никакого нет. Опять же, повторюсь, жена и дочка абсолютно довольны. Они периодически то там, то тут сидят, наслаждаются. Даже если пошел там дождь или там какая-то ненастная погода, ветер, кабриолетный тент, все, проблем нет. То есть абсолютно, можно сказать, если в плане говорить о летнем периоде, если все погодный, то здесь проблем нет. BR, в смысле, Bowrider, это открытый нос, который рассчитан для полноценной езды двум пассажирам. Естественно, при солнце это шикарное место, так же, как и здесь, там абсолютно ничего не хуже. Можно сесть как лицом вперед, так и боком, так и наоборот. Чуть ли не свесив ноги, да, надо соблюдать только правила безопасности. Что касается каких-то там погодных явлений, ну, волны, может быть, и попадают только, но это, если уж совсем неправильно входить в волну, он абсолютно не доставляет никакого удовольствия. Самый отливной кокпит, все легко моется в плане практичности. Здесь абсолютно нет проблем. Спасибо тебе за комментарии. Вижу, тебе все нравится. Катайся, получай удовольствие. Хорошего тебе водномоторного сезона. На нашем канале смотрите обзор на Fenix 510. А вы ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Еще так же увидите обзор лодки 510 Fenix.